В помещении «Возможности без границ» организована настоящая вязальная мастерская. Участницы проекта «Защитникам Родины» говорят, домашнее тепло – это то, чего сейчас не хватает нашим ребятам в зоне спецоперации. Как завещал великий полководец Александр Суворов, ноги держи в тепле. Именно поэтому шерстяные носки будут очень полезны в холодную осень и наступающую зиму. Мы пришли по первому зову, все как бы, никого не пришлось уговаривать, все девочки молодцы. Это очень важно. Каждый солдатик возьмёт и скажет, мама, бабушка. Не забыли, помнят. Так что пусть возвращаются живые и здоровые. В подготовке тёплых подарков задействовано 12 человек. Занятие находится всем. Пока одни увлечённо орудуют спицами, другие перематывают пряжу в клубки. Всё это напоминает добрую традицию. В годы Великой Отечественной девушки дарили солдатам собственноручно сшитые кесеты для табака. Хоть вязание и успокаивает, но от переживаний за наших трудно сдержать эмоции. Ушли дети наши, внуки, мужья, сыновья. И чтобы они возвращались с победой живы-здоровы. Ну от нас хотя бы вот какая-то частичка, что для тепла носочки вот вяжем им. Пусть будут живы и здоровы. Ну вот у меня уже скоро будет готов носок. В настоящий момент связано уже больше десяти пар. Это кропотливое дело, требующее внимания и времени. На один носок уходит примерно два часа. Когда будет готово достаточное количество, посылка отправится на передовую в зону СВО. Помимо тёплых вещей, в коробку упакуют и письма с добрыми пожеланиями для служивых людей. Очень хочется, чтобы эти носки попали к ним, потому что в эти носки вложена вся душа наша. Хочется, чтобы они вернулись с победой и здоровыми, и живыми. Каждому солдату очень хочется этих добрых слов сказать даже сейчас, когда они на расстоянии. Поддержать акцию может любой желающий. Если у вас дома есть ненужная пряжа, вы можете принести её в здание организации «Возможности без границ» по адресу 5-й микрорайон, дом 40. Валерий Усманов, Никита Мищенко. Новости Губкинского.